Друзья, а я хочу вам напомнить, что спонсор, благодаря которому у меня есть возможность снимать годные видосы для вас и восстанавливать эти проекты, компания 1xbet. Здесь можно заработать деньги, делая прогнозы на спорт. А если при регистрации указать промокод гараж, вы еще можете получить до 6000 рублей бонусом лично от меня. А ссылку и промокод с бонусом вы найдете под видео в закрепленном комментарии. Друзья, и сегодня у нас будет серия с гаража, а именно я хочу сегодня полностью перетянуть мои старые сидушки в новые крутые чехлы. Почему именно чехлы, вы сейчас спросите, а ты же уже ставил кучу раз. Зачем ты постоянно делаешь одно и то же на каждую свою машину? А я вот сейчас сразу же дам вам ответ. Во-первых, это стоит гораздо дешевле, чем их перешить. Во-вторых, купить полностью салон новый из иномарки какой-нибудь, либо же старый бэуш. В общем, любой салон кожаный, даже в нормальном состоянии, стоит в 2-3 раза дороже, чем этот. Это первое. А второе, в любом случае, салон нужно будет как-то устанавливать и переваривать крепление полностью, как переднее, так и заднее. А вот чехлы как раз это тот вариант для тех, кто не хочет никаких изменений, а хочет иметь очень классный вид салона. Поэтому самый лучший и бюджетный вариант преобразить свой салон, это установка таких вот чехлов. У меня уже на канале была куча видео, я может быть оставлю аннотации, ссылочки на видео, где вы можете посмотреть, как я устанавливал эти чехлы на другие автомобили и как после этого преображался салон. Ну а для тех, кому неинтересно, для тех, кто уже видел это видео, для тех, кто говорит, что это все понты, можете сразу нажимать крестик в правом верхнем углу экрана и не засирать комментарии своими умными мнениями. Мне нравится, как они выглядят, мне нравится, как они просто устанавливаются, буквально 2 часа времени и они уже стоят на моей машине и салон уже полностью преображается. И это мое решение и решать мне, как будет выглядеть мой салон. А для тех, кто говорит, что они могли за эту сумму купить нормальный кожаный салон со старенькой Бэхи, покупайте. Я вот лично не нашел, я вот нашел 2 передних сиденья, отдал за них 3000 и они не в коже и я их все равно буду перетягивать. Единственное в этот раз отличие, сам по себе вид чехлов, то есть здесь уже другой материал, другая ткань, вот даже здесь написано. Данный комплект чехлов изготовлен с использованием искусственного материала Антара, ткань, аналог оригинальной Алькантары. То есть высококачественный аналог Алькантары, но по доступным ценам и доступным для каждого. Вот так это выглядит. Сейчас вы, конечно, скажете, что оно немного скомкано, но когда растянется чехол по всей поверхности сиденья, то будет выглядеть 100% круто. Это, я уже уверен, прям на 200%, потому что, как я вам и говорил, эти чехлы я уже устанавливал неоднократно. Мне нравится, все, кто установил, также довольны. И даже вот мой друг, который недавно купил 99-ю бордовую, вы уже видели серию на этом канале, мы ее тонировали. Он также заказал себе комплект точно таких же чехлов, которые сейчас у меня установлены на девятке. Но сейчас я, в принципе, хочу вам показать состояние салона Приоры. Как бы спинки, оно не продавлено, но материал уже сам по себе износился, потому что с самого завода здесь вообще не было чехлов. Сами видите, какой цвет. Также самое вот, какие загрязнения здесь есть. И вот два новых сиденья. Они, конечно, здесь постояли, уже запылились. Но эти сиденья с BMW E36, которые мы сегодня будем также перетягивать в чехлы. Но перед этим, естественно, это все еще нужно будет захимчистить. И потом уже в конце я покажу результат, который вот был. Вы сейчас запомните. И который у нас получится после натяжки этих чехлов. На самом деле, химчистить или нет, это дело каждого, потому что после установки чехлов все равно всего этого видно не будет. Даже если там какие-то сильные загрязнения, либо порезы. Но чисто для себя, чтобы быть спокойным, чтобы знать, что у тебя чистые сидушки под чехлами, я все-таки делаю химчистку. И чтобы не растягивать этот процесс, потому что я уже показывал, как я химчистил весь ковролин. Сейчас быстренько без камер захимчищу. И когда начнем одевать чехлы, я покажу, что как одевается и что как подшивается. Сиденья уже немного сверху похимчистил, пыль погонял, грязь убрал. И так же самое переднее BMW. Вот. Кстати, прошу заметить, что шьются чехлы индивидуально под каждую модель автомобиля. То есть, это переднее BMW третьей серии E46. А вот задняя часть получается специальная для вас прибора. То есть, все как положено. Значит, сейчас задний диван подсох уже. Берем для него чехлы. Вот это нижняя часть. И будем начинать подшивать. Сейчас покажу, что и как. Кстати, подшиваю я только нижнюю часть. Получается, вот этот кантик весь. Подшиваю по вот этим вот линиям. Чтобы, когда чехол уже будет сидеть, во-первых, он не скользил по сиденью, как это бывает очень часто. Скользит, заламывается. То есть, он будет полностью расправлен. И будет смотреться, как будто это не чехол, а как будто по-настоящему обшивка сиденья. Также за счет этой подшивки будет повторять полностью рельеф сиденья. В комплекте для подшивки идет полностью весь набор. Здесь, как видим, иголка, нитка и вот такие вот крючки для натяжки под сиденьем. Берем вот такую вот иголку, нитку, продеваем, отмеряем примерную длину, которая нам нужна. Я думаю, вот так где-то примерно должно хватить. Нитку вдвое складываем для того, чтобы было более надежно. Сейчас натянуть нужно, примерять, как оно будет смотреться. Вот такой вот примерный вид без натяжки, как бы, да, вида не имеет. То есть, можно и не прошивать, но оно, вот видите, здесь продавливаться будет. Ну и со временем все-таки могут быть какие-то смещения. Для того, чтобы это избежать, отворачиваем вот эту часть. И вот у нас стежок идет. Прикладываем вот эту часть к рисунку на сиденье и начинаем прошивать. Сантиметр-полтора расстояние между стежками. Этого вполне будет достаточно. И хорошо натягиваем. Опять же, если у вас новое сиденье и вы не хотите там его как-то испортить этой прошивкой, то просто хорошо натяните за вот эти вот резинки с той стороны. И я думаю, сидеть будет так же отлично. Сейчас пока подшивал вот эту часть, посмотрите, да, вот здесь уже как бы видно такое вот углубление. Ну, в общем, не натянута ничего. В общем, умудрился сломать иглу. Потому что вытягивал плоскогубцами ее, потому что очень плотный материал в самих сидушках. Но чтобы не терять время и показать вам какой-то промежуточный результат, обтянул вот спинки. Посмотрите, как это все выглядит. Это вот только-только натянул, оно начинает разглаживаться. Здесь уже все разгладилось и смотрится действительно бомбово. И даже вот рукой так проводишь, как бы, ну, как алькантара. Ткань такая, что разводы такие вот остаются от пальца в одну сторону, в другую сторону. Сейчас позвонил, кто помнит, я на втором канале недавно перешивал сидушки на одиннадцатку. Так вот, там осталась такая иголка и сейчас мне ее подвезут. А пока мы ждем, чтобы не терять времени. Я хотел бы поделиться с вами информацией, где можно заработать денег на вот такие вот чехлы. Открываем игру Фастерс. Как видим, у меня на балансе с прошлого раза осталось 4740 рублей. И сейчас я хочу этот баланс немного приумножить. Первую ставку для разминки ставим 100 рублей. Выбираем вероятность победы. Ну, пусть будет 65%. При этом множитель 1.53 и возможный выигрыш плюс 53 рубля к нашей сотне, которую мы сейчас поставили. Нажимаем играть. И как видим, наш баланс увеличился на 53 рубля и сейчас составляет 4793. Сейчас немного побаловался с автоставками. И как видим, мы уже приумножили свой баланс на 1500 рублей. В принципе, теперь можно округлить сумму до 6000 и выводить. Нажимаем вывести. Выбираем любую удобную платежную систему. Мне, например, удобно будет сейчас вывести на Kiwi. Также перед игрой советую изучить отзывы. Их очень много и с каждой минутой победителей становится все больше. Вот, к примеру, отзыв парня, который вложил 200 рублей и вывел оттуда 1500. Естественно, все ссылки на этот проект вы найдете в описании. Так, как видим, заднюю спинку я уже подшил. Она уже здесь прикреплена и никуда не денется. Так же само и с другой стороны. Теперь будем натягивать при помощи вот такой вот белой нитки. Ну вот, примерно, что у нас получилось. Здесь все разровнялось. Осталось буквально пару маленьких таких вот заломчиков. Так же само скоро разровняется и вот эта часть, потому что я уже натянул ее. И все хорошо сидит, смотрится. Но опять же, после установки в салон, после всех доработок, вид будет просто шикарнейший. Я вам 100% это гарантирую. Ну а сейчас можно переходить к обтяжке передних сидений с BMW E36. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Одно BMW-шное сидение я уже завершил. Посмотрите, здесь я не подшивал и все изгибы, все изгибы, которые здесь есть, чехлы повторяют и садятся плотно даже без пошива. Конечно, оно еще все вот это вот разгладится, все вот эти вот складки, которые сейчас кажутся некрасивыми. Плюс я еще поезжу, оно примет правильную форму вот этого сиденья и будет смотреться, как будто это обшивка, а не чехлы. Значит, сейчас в планах по-быстрому переделать второе сидение и ехать смотреть, возможно, даже покупать новый гараж. И так уже 16.34 я сейчас съездил, купил гараж. Но об этом немножко попозже, наверное, в конце дня. Сегодня поеду покажу, в конце серии вы это все увидите. Сейчас же смотрим то, что у нас получилось. Опять же, вот эти вот все складочки такие, вот эти вот все углы, это все со временем уберется. Вот, я вам сейчас покажу. Вот вам живой пример. На девятке эти чехлы стоят уже год. Здесь все разгладилось, никаких складок, ничего нет. Точно так же все складки разгладятся со временем и с этих сидений. Нужно, ну, буквально, не знаю, ну, если активно ездить каждый день, то буквально недели будет достаточно. Растянутся подголовники, примут форму. Здесь также уже все форму приняло, осталось только вот эти вот части. И плюс того, что здесь вот эта вот под алькантару вставка не будет потеть и зимой холодно не будет. То есть, ты садишься и получается заднее место и спина полностью именно находится на вот этой ткани. И потеть не будет, и зимой также будет тепло, когда ты садишься. Потому что, как вы знаете, зимой кожа или кожзам очень остывает. И когда садишься, то очень трудно его нагреть. Здесь еще вроде как есть подогрев в одном сидении, вроде как в водительском. Попробую его подключить, если он будет работать. Там два провода плюс-минус, я думаю, ничего сложного в этом нет. В общем, нужно будет прочитать в интернете и разобраться, стоит его подключать или не стоит. Возможно ли это вообще на приоре или нет. Ну, а так, в остальном чехлами я доволен. Очень качественные. И они шьются индивидуально под каждую модель автомобиля. Вот у меня задний ряд с приоры, передний ряд у меня с BMW E46 третьей серии. Все идеально. Подошло строчка в строчку. И даже вот эта боковая часть специально вот так приподнята, чтобы накладкой это все прижималось и выглядело, как будто это не чехлы, а обшивка сидений. Ссылка, где можно заказать такие или другие на вашу марку автомобиля чехлы, будет в описании. Итак, друзья, история про гараж, который я купил. Вот книжка члена автокоператива. И сейчас я открываю. Вот, 1481. То есть, вот этот. Получается, купил я не этот гараж, купил я в другом конце. Но с владельцем этого гаража я договорился. И он отдает мне этот гараж в обмен на тот, который я купил. И получается, вот этот гараж 1481. Можете посмотреть, он уже как бы мой. А тот гараж, который я купил, сейчас поедем, посмотрим. Там немножко, конечно, нужно будет поработать. То есть, засыпать песком пол, потому что его там нет. Там есть яма, погреб, но пола нет. Кстати, поиски гаража я уже начал давно, где-то недели три назад. И вообще думал, за этим гаражом там тоже пустует он. И я хотел, искал владельца. Но, в общем, ну как бы никаких результатов это не дало. На контакт не выходит. Я уже домой к нему ездил. Никто дверь не открывает. В общем, ладно. А тут вот у соседа спросил, говорю, продай гараж. Он говорит, давай покупай мне взамен такой же самый. И я тебе отдам этот гараж. В общем, поехали, посмотрели, его устроило. Оформили тот гараж, который я купил на него. И получается, вот этот гараж переходит ко мне. Вообще, я думал даже построить вот здесь такой большой гараж. Но посчитал, на этом нужно очень много денег. А получается, тот гараж я купил за 15 тысяч гривен. Но это примерно 600 долларов без малого. Значит, сейчас закрываю свой гараж и едем в новый гараж, который я купил. Пока еще ключи у меня, потому что нужно провести некоторые работы. В общем, поедем, посмотрим, что я купил за 15 тысяч гривен. Так, уже подъезжаем. Номер 997. Вот такой вот заросший он весь. Итак, что мы имеем в итоге за 15 тысяч гривен. Значит, яма здесь, кусочек разрушен. Но это обратно на раствор его посадить. И будет нормально. Весь хлам практически, что здесь лежит. Вот лодка, посмотрите, какая-то. Если честно, я еще сюда толком не заходил, потому что смотрел владелец того гаража. Ему все устроило. Сказал только пол засыпать песком. То есть, яму мы оставляем, погреб оставляем. А все остальное вокруг, это все мы будем засыпать песком. Думаю, сюда для начала один КАМАЗ привезти, высыпать. Он стоит в районе где-то, ну, долларов 30 КАМАЗ с песком. Засыпать это все за пару дней. Думаю, сам справлюсь. Может быть, папа поможет. И, в принципе, владельцу того гаража можно будет уже сюда заселяться. А мне освобождать тот гараж. Там я уже сделаю себе такое нормальное логово. Для того, чтобы было удобнее собирать приору. Кстати, думаю, что успею это все сделать, пока приору красят. И, в принципе, сделаю сразу такой небольшой интерьерчик, чтобы не было ничего лишнего, постороннего. Чтобы было максимум места, удобное рабочее пространство. Сразу же сделать хорошее освещение в том гараже, чтобы не возникало потом вопросов, почему у тебя такое плохое освещение в камере. Чтобы было все удобно и хорошо снимать. Кстати, главным критерием выбора гаража была хорошая крыша. Здесь же она, видим, прям вообще идеальная. Сколько ей лет, не знаю, но все сухо. Хорошие брусы лежат, хорошие перегородки. И, единственное, вот там вот как бы просветы. Но это просто стыки крыши. Там как бы не протекает, но немного свет заходит. Но это как бы было не критично, поэтому решили взять именно этот гараж. Так что, получается, вот такая вот история. Можете поздравить с тем, что я нашел гараж возле себя. Но сейчас будем прощаться. Уже рассказывать, показывать-то нечего. Сейчас еду домой, монтирую серию. И, скорее всего, в четверг, то есть завтра, она выйдет уже на канале. Так что, спасибо за просмотр. Всем пока!